У нас в политике ни у кого нет, например, консультантов от науки. Ну, уничтожают свою репутацию. Это спецподготовка, спецзнание для того, чтобы выходить на новый уровень. Я прекрасно понимаю, что за люди работают в редакции. Как если делать что-то, то делать очень круто. Сергей Михайлович, я вас знаю как медиа-эксперта. То есть человека, который занимается медиаресурсами, каналами и так далее. А можете немного раскрыть все-таки это понятие, что имеется в виду под медиа-экспертом? Ну, вы знаете, сейчас такое время, когда людей очень часто называют некими именами, специалистами, а они таковыми не являются. И вот кто такой медиа-эксперт сейчас? Ну, скажем так, мне непонятно. Вот я смотрю, медиа-эксперт это кто? Это человек, который работает в медиа? Это человек, который, не знаю, работает в медиа про медиа? Есть и такое. Это просто медийное лицо? Или кто это? Вот по вашему мнению, кто это такой на самом деле? Ну, я как себе вижу, что это человек, который в целом разбирается в этой сфере медиа пространства, можно так назвать. И понимает, какие существуют правила, законы этой индустрии. И может выполнять определенные какие-то задачи, например, связанные с какой-то там деловой репутацией, продвижением каких-то кандидатов, если мы говорим о политике, и там бизнесменов, если мы говорим о бизнесе, да, и там какого-то публичного лица. То есть, по сути, медиа-эксперт в моем представлении это тот человек, который может сделать кого-то звездой. На телеканалах, там, в медиа-каналах и так далее. Ну, вот я заметил в последнее время в СМИ, что медиа-экспертами называют людей, которые, ну, просто светятся на телевидении. То есть, там, медиа-эксперт рассказал, когда завершится война. Откуда он это знает, медиа-эксперт? Никто не знает, когда завершится война. И поэтому это очень смешно. По сути, сейчас медиа-экспертами называют людей, что неправильно, естественно. Которые просто, там, ходят на эфиры и рассказывают о чем угодно. Неважно, вот спрашивая их о чем угодно, они, типа, все знают. И это, конечно же, неправильно. Вы правильно сказали, по моему мнению и по мнению моих коллег. Ну, скажем так, есть три такие важные вещи, которые отличают настоящего медиа-эксперта от того, о чем мы говорили до этого. То есть, настоящий медиа-эксперт должен, ну, скажем так, уметь работать с общественным мнением. Медиа-эксперт должен быть специалистом в формировании и, как вы сказали, управлении, там, деловой репутации, формировании бренда. Это понятное дело, что если мы говорим о личном бренде, то это, ну, то есть, какой-то продукт, какая-то компания, какая-то фирма. Если это деловая репутация, то это первое лицо, то есть, какие-то конкретные люди. И третье, этот человек должен быть специалистом по, ну, скажем так, отражению неких информационных атак, информационных воздействий на тех же лиц, на тех же компаний. То есть, это же некая форма безопасности бизнеса, информационной безопасности, можно так назвать? Конечно, в том числе, да. И тут почему все так происходит? Дело в том, что сейчас вот на медиарынке у нас есть всего два вида неких движений. Это, говоря бизнес-языком или, как говорят на бирже, это повышение ставок, повышение ставок, там, лица компании, то есть, возвышение их. Это у нас быки. Есть медведи, которые пытаются эти ставки понизить, ну, то есть, там, продать, ну, чтобы купить компанию подешевле. И вот сейчас происходят только эти два движения. Кто-то пытается повысить ставки, кто-то пытается понизить эти ставки. И медиаэксперт, настоящий медиаэксперт, это человек, который не дает понизить эти ставки, но который очень хорошо, грамотно, филигранно умеет эти ставки повышать. Не так, как это делают, там, в рекламных агентствах, закупают кучу ссылок, льют позитив и так далее, и так далее. Мы очень часто там сталкивались с такими вещами. Рекламные агентства, они ведь очень себя мнят, что они великие специалисты по этим вещам, по пиару, по чему угодно. Они тоже там все медиаэксперты, но они глубоко в этом ошибаются. Хотел еще уточнить, что вы имеете в виду, когда говорите о повышении, либо понижении ставок? То есть, как это представлено в этом? Ну, я работаю, например, с политиками или с бизнесменами. И я как специалист, как медиаэксперт, я должен повышать постоянно ставки вот этих лиц, этих компаний, неважно, что это может быть. И не давать лицам, которые хотят понизить эти ставки, то есть, публиковать дискредитирующие на них материалы, заниматься дефамацией, выкладывать какие-то непонятные вещи, не давать этим людям понизить вот эти ставки. И если говорить дальше о медиаэксперте, то есть, вот эти три вещи, это еще не все. То есть, за этими вещами стоит, ну, скажем так, некая работа, некий, например, бэкграунд. То есть, не каждый человек к этому придет просто так. То есть, я, например, там более 20 лет уже в медиа, на разных должностях. Я работал на радио, на телевидении, в онлайн-изданиях, в информагентствах, даже в таком олдскуле, как печатная газета. Я был начальником отдела криминал. Это отдельная смешная история, ну, не для этого, как бы, разговора. И, понятное дело, что я знаю, как, что там происходит. То есть, в печатном издании я даже верстки научился. Это вообще, ну, такое, некая дикость, еще и научиться верстке. А что делать? Ты, типа, начальник отдела, поэтому ты должен сам верстать свои страницы. Ответственность за весь продукт, скажем так. Конечно. То есть, вот твоя полоса и вперед. Сам ее и делай. И я прекрасно понимаю, что за люди работают в редакции. И на телевидении, там, и везде, где угодно. Потому что был и редактором, и выпускающим редактором, шеф-редактором, главным редактором, кем угодно был. И вот те люди, которые сидят в редакциях в большинстве, ну, я бы их назвал так без обид из серии роботы. Или вот некие солдаты. Это люди, которые вот сидят, работают, им ничего больше не надо. Там, сегодня им нужно написать пять рецептов вареников. Завтра у них задача, там, составить десять любимых, там, клипов этого месяца. Послезавтра им нужно, там, выбрать, там, наши политики, самые улыбчивые политики. И они сидят, не парятся. У них вот есть задача, они ее выполняют, и они счастливы. Вот только не трогайте. А вызывает начальство у них, ну, как бы шок. Там, в одной из редакций девушка боялась подойти к шеф-редактору, попросить отпуск. То есть ей положено, он уже был как 70 лет, этот отпуск. И она боялась, она настраивалась полдня, ее там все подбадривали. Она пришла, открыла рот, он что-то на нее гавкнул, и вторую половину дня она проплакала. Вот это вот те солдаты, о которых я говорю. Вот они сидят, работают, и только их не трогайте, и им больше ничего не надо. Как же в таком случае работать вообще с такими вводными данными, с такими людьми, чтобы получать результат какой-то? Ну, хорошо. Тут вопрос в том, что, например, я конкретно, я не хотел в этом вариться, в этой казарме сидеть, грубо говоря. Я всегда хотел чего-то другого. И несмотря на то, что у меня, как и у большинства журналистов, обычное журналистское классическое образование, мне все-таки хотелось работать в полях, знать чего-то больше, то есть продолжать. А вот в этом болоте, извините, мне не хотелось вариться. Хоть я был там даже и на некоторых должностях. И поэтому я искал, ну, скажем так, некое повышение своей квалификации. То есть некий такой спецфакультет, назовем его так. Чтобы быть не солдатом, а офицером. Потому что, как известно, какой солдат не мечтает стать генералом. Генералом. Вот, и с этими товарищами, ну, мне не хотелось вообще не иметь никакого дела. Потому что, ну, это люди, которые, ну, с которыми приказ. Вот им нужно отдать приказ, и они будут делать. А дают приказы как раз офицеры. Но дело даже не в этом. Вот я, например, не домосед. То есть должен быть еще определенный сформирован кругозор. Я не сижу целый день дома. Я не смотрю National Geographic. Я беру и еду. Мне нужно все это посмотреть своими глазами. Потому что, ну, вот эти люди, роботы, они даже... Я всегда любил подбирать точную фотографию, например, под какие-то материалы свои. Я мог часами провозиться, но найти четкую, точную, законную фотографию, не ворованную. Эти люди, они, так как не были практически нигде, кроме Турции и Египта, раз в год, на пляже поваляться, побухать, там, поспорить с кем-то, подраться. Они, им все равно проиллюстрировать Варшаву в Прагой или, там, не знаю, Лиссабон Мадридом. Они не отличают. Они там никогда не были. Им все равно. А я, например, там везде был. И я хочу все увидеть своими собственными глазами. И это в том числе как некий такой полигон, где ты можешь пообщаться с людьми, познакомиться с местным менталитетом. Вот, например, я на автомобиле объездил Румынию дважды. Полностью, везде. Был во всех замках Румынии. То есть я в том числе фанат замкинга. Я был там во всех практически замках. Там Чехии, Словакии. Там везде, где есть замки. Даже в Венгрии. Там тоже чуть-чуть есть замков. Ну, или то, что от них осталось. Что это вам позволяет, ну, в вашей профессиональной деятельности, кроме того, чтобы подобрать фотографии, которые соответствуют, как это влияет на качество выполняемой вами работы, выполняемой задачи, которые там перед вами заказчик ставит. Как я уже сказал, это некий полигон. То есть ты здесь можешь пообщаться с людьми, познакомиться с менталитетом. Та же Румыния, которую я, недавно же была работа по Румынии, которую я объездил. Там ты в одном регионе, там меня встречали, например, подростки с топорами. В другом ромалы с вот такими шляпами огромными. И на повозках. А в другом регионе там, как бы, как обычная Европа. Обычные ходят люди там без вот этой, грубо говоря, цыганщины. И ты можешь пообщаться с людьми. Ты можешь пообщаться с коллегами. Ты можешь завести какие-то знакомства в тех же медиа. Ты можешь договориться о, например, каких-то, чтобы материалы вышли в каких-то местных изданиях. То есть здесь, как бы, масса таких плюсов. Потому что, там, у меня и Америка, и почти вся Европа. И я был за полярным кругом в Северной Норвегии. 400 километров за полярным кругом. Там, где дальше, уже вообще ничего нет во всем мире. Там из последнего это Греция, это Кипр. Это та же Италия, Сицилия. То есть, где я мог сравнить, что на севере Италии, что на Сицилии, на юге Италии. Это две разные Италии. Я правильно понимаю, вам это позволяет как раз-таки погружиться в среду. И в последующем, если вы выполняете какую-то определенную работу, задачи, связанные с медиаканалами. И управлением общественным вниманием, мнением. То есть, вы понимаете, на каком языке, что подать этой целевой аудитории, чтобы она, скажем так, восприняла эту информацию. То есть, это не было каким-то отторжением. Например, если выводится какой-то новый бренд на рынок или еще как-то. Конечно. Это, в первую очередь, некая тренировка. Вот, там, все ездят на Кипр, например. Зачем? Ну, в основном на море. Я, конечно, тоже окунулся, хотя это был конец декабря. Но моя задача была немножко другая. Дело в том, что на севере Кипра есть очень интересная территория, которая не признана никем. Ну, кроме самой этой территории и кому эта территория принадлежит. Это Турция. Я в Турции и Египте не был ни разу. Никогда. Потому что, как я уже говорил, ну, это не мой вид отдыха. И, как бы, туда, если ехать, то немножко с другими задачами. И у меня задача была попасть на эту территорию. То есть, представьте, столица Кипра. И она, как Берлин в свое время, разделена пополам. И между этими, как бы, с одной стороны это территория Турции, с другой стороны территория Кипра. И между ними буферная зона. С вышками там солдаты ООН, контингент стоит. И там везде предупреждения, нельзя ходить, нельзя фотографировать. Я все сфотографировал. И не просто, а еще и зашел на эту территорию. Ни наше посольство, ни другие посольства не рекомендуют посещать эту штуку. Я, конечно, со второго раза только зашел. Но там были всякие бумажные проволочки. Ничего интересного. Еще и воскресенье было. Ну, все равно я решил эту задачу и туда зашел. И вот представьте, ЕС, евро, дорого. Ты проходишь 20 метров через буферную зону. И здесь восточные сказки, сладости. Все в лирах. Цены какие-то просто копеечные. Пиво Эфес рекой. Там из мечети, которых там просто на каждой улице. Там какие-то молитвы орут. Все это на через громкоговоритель. И ты такой идешь с открытым ртом, и на тебя так посматривают. Ага. Ну что ж, добро пожаловать. И вот попробуйте. И я в итоге сел там, нашел памятник Ататюрку. Сел там на скверике. Там был минимальный 3G какой-то там интернет. И я сел спокойно там, поработал. Сделал мне все, что было нужно. Ко мне, конечно, там подходило пару вахлаков. Там типа что-то там хотели, что-то там есть сигареты. Там или все остальное. Ну ничего, спокойно вышел. Опять есть, опять дорого. Опять все по-другому. Все это. И как бы вот такие вот штуки. А 25 февраля, например, прошлого года, 2022-го, я должен был лететь в Италию, в Неаполь. И тоже не просто так, не на экскурсию. Я хотел посетить, ну обычно пишут об этом районе города на севере, что это самый опасный район ЕС. И еще они любят писать, что это такой супермаркет под открытым небом, где можно свободно купить наркотики и оружие. И я хотел посмотреть, пообщаться с ребятами. С очевидцами. Да, ну с местными ребятами пообщаться, пофотографироваться и так далее. И как раз вот в этом районе и снимался фильм Гамора, сериал. Хорошо, Сергей Михайлович, расскажите, пожалуйста, о практических задачах, которые вы решали. Может быть, кейсы какие-то есть, которые вы могли бы рассказать, ну скажем так. Ну, я бы остановился на кейсах, с которыми я больше всего сталкиваюсь. Это работа с бизнесом и работа с политиками. Начну с того, что попроще. Это бизнес. Потому что не секрет, я уже более двух лет являюсь главой пиар-службы известного нашего бизнесмена Вячеслава Лысенко. Это международный, так сказать, бизнесмен, что мне вдвойне приятно. И вот за это время, как мы работаем, у нас с ним такие довольно доверительные сложились отношения. И эти отношения как бы такого характера, что если вы настоящий медиаэксперт, то вам первое лицо или кто там депутат, с кем вы работаете, он вам не может приказывать. Он может приказывать только солдатам. Офицеров он обычно слушает, он как бы спрашивает их мнение. Мнение на разные темы. На каком мероприятии выступить? А нужно ли писать такой пост? Там нужно ли что предпринять в этом? Вот на меня пошла атака. Ну, такие редко вопросы дают. Таких атак у нас как бы не бывает. Стоят везде предохранители, скажем так. Собственно, это и задача медиаэксперта. Поэтому человек советуется о разных таких вещах, в том числе из области безопасности. И если кто не знает, это такой не просто бизнесмен обычный, украинский. Это человек такой из новых бизнесменов, нового поколения бизнесменов. Человек, который, например, на 10-й день войны запустил весь свой бизнес. Просто сказал, собираемся и работаем дальше. Все, конечно же, сказали, шеф, у вас все в порядке. Он сказал, да, все в порядке, собираемся и работаем. Человек, который там работает с Востоком, один из первых начал, жил там в Китае какое-то время и сейчас продолжает успешно там работать, имеет там свои компании, и совместные, и собственные, и так далее, и так далее. И вот этот авторитет, это отношение у нас с ним, ну, это все не просто. Это все нарабатывается. Вот это вот взаимное доверие, и понятное дело, что здесь не идет ни о каких приказах. Если говорить о политике... Разрешите, я еще уточню. То есть, по сути, он с вами советуется касательно каких-то вопросов, да, то есть выстраивания как раз медиаплана, каких-то вопросов защиты безопасности информационной и так далее. То есть вы, по сути, организовали для него некую систему уже, да? Как можно было бы немного описать, может быть, по верхам, как эта система может выглядеть вообще для бизнеса? Ну, как бы, я не буду выдавать все секреты и тайны, как это может выглядеть, но вот за последние два года, ну, назовите мне хоть одного бизнесмена, который принимает участие в научной конференции. Думаю, не назову так. А Вячеслав Лысенко принимает, работает с, как бы, с наукой, работает с учеными. У какого бизнесмена выходят статьи по всему миру? Интервью, экспертные мнения с какими-то тоже мировыми, очень узкоспециализированными, но очень крутыми экспертами. В Азии, в Канаде, в Прибалтике, в Европе. И это все вот за последние два года. Поэтому, ну, как бы, Вячеслав Викторович прекрасно понимает, для чего это и зачем ему это надо. Он вначале мог, там, немножко к этому относиться, может быть, легкомысленно. А потом он понял, к чему это все идет, понял ту медиаполитику, которая для него была выстроена, то он, как бы, сам рвется в бой, скажем так. Сам предлагает какие-то варианты. Ну, понятно, что мы все это, что-то нет, что-то да, что-то давайте попробуем. И даже вот взаимодействие со СМИ у нас тоже, как бы, сделано, скажем так, по определенным правилам. Вот там, вчера я договаривался о его интервью на радио. И все идет, естественно, через меня. Но иногда журналисты, они считают себя самыми умными и хитрыми. И они там хотят выловить Вячеслава Викторовича на каком-то мероприятии в офисе, где-то еще там куда-то. И они думают, ну, что там, зачем нам посредник какой-то? Мы сейчас сами договоримся. А он им говорит, да, здравствуйте. Вот, к Сергею обратитесь. Как он решит, так и будет. Потому что, ну, это очень важно. Кому давать интервью? Зачем? Что это за издание? Что это за журналист? И так далее, и так далее. Я все это проверяю. И потом, исходя из этого, даю рекомендацию давать ли такое интервью, выпускать ли такой материал. Там, лучше с Форбсом нашим посотрудничать или сразу с американским. Ну, там, в Форбсе у Вячеслава Викторовича там, естественно, выходили некие материалы тоже. Поэтому это, в принципе, разносторонняя работа. С политиками все гораздо сложнее. Потому что это политика. Политики – это люди другого склада. Ну, может быть, до того, как они стали депутатами, они были одни. Сейчас это короли. Мне не нужны никакие советники. Я сам все знаю, что делать. Просто выполняй приказ. То есть, у них все вот так. Им нужны солдаты. Приказ и вперед. И при этом, вот, заметьте, там, я уверен, что у нас в политике ни у кого нет, например, консультантов от науки. Или консультантов от медиа. И поэтому они вот попадают во всякие неприятные истории. То есть, они даже не готовы прислушиваться к каким-то рекомендациям. Они не считают авторитетным. То есть, он царь и бог в данном случае уже. Да. Я сам знаю, что мне нужно делать. Мне никто не нужен. А потом они прибегают. Ой, караул там, что мне делать? А что мне делать? И они думают, что сейчас придет такой супергерой, мускулы. И он решит всю эту проблему. Почистит в выдаче гугл, там, его фамилию, там, его какие-то досье или что-то еще вылезло. А это так просто не делается. Гораздо проще это все предотвратить в этом, в самом начале, чем потом разгребать это все годами. Эти люди, к сожалению, это не понимают. Они думают, что я сейчас достану пачку, и все решится. Но так это все не работает. Это, знаете, как приходит женщина к гинекологу и говорит, что ему нужно делать. Исходя из этого, ничего хорошего после этого не будет. Поэтому у меня с политиками только проектная работа. А дальше у них там уже дальше работают роботы. И помощники, солдаты, кто там у них, носят им чай, симпатичные девочки. И они их там гоняют по своим уже делам, куда им надо. Понял вас. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, о вашем знакомстве с Академией и вообще о совместной деятельности с Академией PSI. Как я уже говорил, ранее я искал некий спецфакультет. И увидел, что в Одессе будет проходить встреча. Я не помню, как она называется, но она, возможно, была даже по журналистике. Но точно не помню. Ее вел научный руководитель Академии, ученый Олег Викторович Мальцев. И я решил приехать. И я не понимал, что это, кто это, что это за люди. Я, конечно же, погуглил, ясное дело. Прочитал там разные всякие вещи, которые другого бы человека, скорее всего, оттолкнули. А я буквально сразу же купил билет. Потому что мало ли что написано. Как я уже говорил, мне нужно это все видеть лично. Подтвердить, так сказать, информацию. И тогда я уже сформирую свое некое мнение. И побывал на этих встречах. Там я приехал потом еще на одну встречу. Познакомился уже с экспертами. И я понял, что я здесь имею со спецфакультетом. То есть, по сути, даже после первой встречи уже это понял. Что вот, как бы что, это то, что я искал. То есть, у вас никакой был запрос уже к тому моменту, что вам необходима какая-то спецподготовка, спецзнание для того, чтобы выходить на новый уровень. Конечно, чтобы быть офицером, как я уже говорил. Потому что вот те, они все варятся вот в своей казарме. Они не хотят. Они вот отучились пять лет или на каких-то курсах там где-то в университетах, институтах. И они дальше, они как депутаты, они считают, что они все знают. И они вот сидят там в своем мерке, там ставят свои фоточки, какие-то материалы, берут какие-то интервью. Неважно у кого. И они, в принципе, довольны жизнью. Если ты хочешь что-то большего в жизни, чего-то большего добиться, более какие-то интересные задачи, проекты, то понятное дело, что, ну, ты должен не только там учиться, но и соответствовать. У тебя должны быть, как я уже говорил, там некий бэкграунд, чтобы ты понимал, сравнивал вот что вот то, а что вот это вот то, что тебе дают. Потому что я тут изучил там много лекций по журналистике. И я там увидел такие вещи, которых, ну, нигде нет. Которым нигде не учат. Собственно, тогда я и понял, что, ну, здесь как бы что-то серьезное и интересное. И вот то, что я уже говорил, многие думают, что, ну, отучился и все, и хватит. Здесь ты учишься каждый день. Потому что здесь экспедиционный корпус. Здесь научный руководитель постоянно ездит в экспедиции. Пишутся какие-то книги там. Вот та же в Академии написана книга «Конфликт журналистам», которые я вот с кем работаю, я всегда советую. Смотрите, не быкуйте с журналистами. Это все заснимут. Потому что, ну, можно подойти к человеку, к депутату, к бизнесмену и задать один и тот же вопрос два раза. Один раз просто, а второй раз спровоцировать его на что-то. И записать это все. И как раз второй раз пойдет в эфир. И вот как это будет, там, часто в видео из Верховной Рады, когда там специально ходят журналисты, чтобы хайпануть. Которые драконят, издеваются там над политиками, задают им дурацкие вопросы. И как бы не все у нас депутаты знают, что отвечать. Они сразу там боятся, ошибаются. То есть, там, даже помните, вот один депутат вместо Коломойского района сказал Коломойского района. И с этого потом все смеялись. Ну, это просто, ну, такое, честно говоря, позорище. То есть, сразу понятно, что, как у нас и везде, помощники вокруг, это родственники какие-то, знакомые, любовницы, любовники и так далее. А каких-то грамотных людей, которые скажут, да не фотографируйся ты с этим человеком. С него весь интернет смеется. Это токсичный товарищ. Не надо лезть после освобождения изюма и фотографироваться возле стелы. Ты его освобождал. И куча-куча вот таких, казалось бы, небольших нюансов, но которые могут вызвать потом бурю, и с которой ты потом не сможешь ничего сделать. Еще, что касается Академии, то, что я говорил, что постоянно нужно учиться, совершенствоваться, проверять некие навыки на полигонах, как я говорил, совершенствовать их, где-то, может быть, корректировать, если что-то не получается. То есть, здесь нужно еще понимать некие вещи в своей деятельности. Кроме тех, что я уже говорил выше, то есть, нужно разбираться в социологии. То есть, нужно понимать наше общество. Нужно копнуть и постараться разбираться в психологии. Потому что в данной деятельности мы имеем дело с реакциями. Реакциями людей. Нужно знать историю. Конечно, история бывает разной. Но есть история очень поучительная. Есть очень интересные прототипы. Есть очень интересные книги, фильмы. И это все тоже нужно, скажем так, поставить себе в план. Ну и, само собой, криминология. Я тоже не случайно был, как оказалось теперь, начальником криминального отдела, когда работал в одном СМИ. И, ну, как бы, для чего нужна криминология? Вот как вы думаете, для чего нужна криминология в медиа-специалисту? Ну, опять-таки, чтобы понимать, как могут действовать какие-то лица, которые, ну, скажем так, хотят зла, да, хотят навредить, дискредитировать, опять-таки, диверсии устроить какие-то и так далее. Все правильно. Изучая, как работают всякие негодяи, как, чем они дышат, там, вот все вот то, что про них там описывается в каких-то, в истории, там, в книге, литературе, где угодно, мы понимаем наперед, как они будут действовать. И как мы можем эффективно противодействовать этим товарищам. Вот, если вы зайдете на YouTube-канал Who is Who, главным редактором издания, которого я являюсь, то там очень много аудиокниг. Там есть книги по бизнесу, но есть и несколько книг, как раз благодаря которым, в том числе, я изучал и криминологию, и социологию, и там, и психологию, и, собственно, вот этих всех товарищей. Это книги Роберта Савиана «Кричать». Эта книга, кстати, была переведена в Академии. Не было перевода даже. И это книга «000». И эти книги ранее не озвучивались никем. И там была работа вплоть до того, что, ну, чтобы сделать это круто, то в отличие от того, что у нас сейчас происходит, люди не могут выговорить на телевидении названия населенных пунктов Украины, то там до таких сел доходило названий, что, ну, непонятно, как они произносятся. Их на карте даже не видно там толком. В Википедии про них нет страниц. И я все равно находил, как произносятся эти вещи, и не только как они произносятся, но и как они произносятся людьми, которые там живут. Потому что там где-то в другом месте они могут произноситься так. А там они произносятся так. Это вот, к слову, как если делать что-то, то делать очень круто. Принято. Скажите еще тут в завершении. С какими вопросами можно было бы обращаться там лично к вам, вообще в академию, то есть если мы говорим в плоскости вот медиа как раз рынка, медиапространства, к вам как эксперту? По сути это все, о чем мы сегодня говорили. То есть это и деловая репутация. Сейчас, кстати, в процессе написания находится книга, которая как раз посвящена тому, как бизнесмены и как политики уничтожают свою репутацию. Она называется «Репутационный суицид». Мы на эту тему делали в Европейской академии наук Украины и в некоторых бизнес-клубах отдельные встречи, объясняли людям, ну как бы как правильно себя вести, чтобы не уничтожить репутацию или там свой личный бренд. То есть по личному бренду тоже была отдельная встреча. Поэтому у нас все это есть. То есть мы все это можем сделать. Ну то есть по сути, то, о чем мы говорили в начале, когда одни люди работают на повышение, а другие люди работают на понижение, то все это можно сделать благодаря фигуре медиа-эксперта, благодаря экспертам академии. То есть у нас же люди даже не умеют работать с экспертами, вот эти все журналисты. Здесь я решал задачи с помощью экспертов легко. Здесь можно и умеют к ним достучаться, в том числе и я. Обычные роботы-журналисты, они как бы, у них нет доступа, они его никогда не получат. Особенно к узкоспециализированным людям международного уровня. Они вот обращаются к медиа-экспертам, о которых я говорил в начале. Это люди просто, которые выступают на телевидении. Поэтому есть возможности повышения ставок, поднятия определенных лиц, первых лиц или компаний вверх и защищать варианты защиты их от понижения этих ставок. Супер. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова